Мир вам, слава Иисусу Христу, нашему Господу Богу Спасителю, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Всех вас приветствую с Крыма, город Саки. И хотя я в Крыму, но здесь сегодня прохладно и вообще в эти дни холодно. Заканчивается январь месяц и зима, в общем-то, и здесь, в Крыму, ощущается на юге Украины, на этом полуострове, курортном полуострове. Но зима есть зима, даже в Крыму. Но несмотря на то, что прохладно, и даже здесь, в офисе церковном, довольно-таки так свежо, как в России говорят, но однако же в сердцах верующих жарко, в сердцах верующих на самом деле горит огонь веры, слава Богу. И, дорогие друзья, я очень рад тому, что Бог позволил мне в эти дни быть здесь, в Украине, в Крыму именно, и благовествовать. Я проводил семинар в Севастополе, и я думаю, что некоторые из вас, возлюбленные братья и сестры, смотрели за этими моими выступлениями, передвижениями по полуострову. И потому как записи я стараюсь выставлять, в общем-то, регулярно. И здесь Бишоп Журавлев на этой страничке, и на других страницах в социальных сетях, на Одноклассниках, Майлру, ВКонтакте, Фейсбук. И в этих материалах я, конечно же, говорю о поездке, об этой очень такой большой, насыщенной двухнедельной поездке по Крыму и вообще по Украине. И знаете, друзья мои, конечно, вот сегодняшнее субботнее служение здесь, в городе Саки, в церкви Школа Христа было потрясающим. Были верующие с посольства Божьего, с других церквей, и вместе мы проставляли Господа Иисуса Христа. И очень важно, что, на мой взгляд, очень даже принципиально важно, что верующие собираются вместе, и здесь, в этом городе, христиане проставляют имя Господа Иисуса. И по милости Божьей, Господь позволил мне вот так вот послужить, знаете ли, верующим здесь проповедовать. И сегодня я открывал страницы из Священного Писания, из Библии, открывал библейские тексты, именно говорящие о том, что война духовная, она актуальна, что война духовная – это правда, это реальность, и дьявол побежден. Дракон, древний змей, клеветник братьев, как еще и написано в Писаниях, он повержен. И этот год, как вот, наверное, вы уже обратили внимание, в нашей церкви, в Украинской реформаторской православной церкви, объявлен годом поверженного дракона. И слава Богу, что так. Слава Богу, что дракон, древний змей, повержен. И здесь, на земле, конечно же, сражение, великое сражение, оно продолжается. Господь дает церкви своей победу в имени Иисуса Христа, в драгоценной крови Иисуса Христа. И как православный священнослужитель, как архиепископ Украинской реформаторской православной церкви, я, конечно, очень рад тому, что вместе со мной сегодня здесь, в городе Саки, на богослужение в церкви Христа, в церкви-школе Христа, был также отец Юрий Провкин, это наш священнослужитель, здесь, в Крыму. Здесь, в Крыму, также трудился епископ Виталий Колесников. Я надеюсь, что он в скором времени продолжит свой труд здесь, в Бахчисарае и в Крыму. И, конечно же, здесь не початый край еще работы, служений. И я прошу ваших молитв о священнослужителях, а также о епископе Виталии, священнике Юрия, и о том, чтобы Господь, господин Жатвы, хозяин виноградника, выслал бы своих делателей на великую Жатву в последнем времени. Слава Богу! Дорогие друзья, и я благоставляю всех вас, возлюбленные во имя Иисуса Христа, именем Иисуса Христа. Спасибо тем из вас, что молились в эти дни о моей поездке, такой миссионерской, просветительской поездки. Пусть Бог благоставит вас, возлюбленные братья и сестры. И здесь, в офисе церкви Скиния, школа Христа, пусть Бог благоставит вас, я молюсь за вас, благоставляю вас именем Иисуса. И чтобы сегодня не было в вашем сердце, в молитве, приносите это Богу, и Господь слышит вас. И сегодня была молитва за одного из бактийских служителей здесь, города Саки. Его зовут Рафаэль или Рафик. И мы молились за его исцеление от рака. И скажу, что для Бога нет ничего невозможного. Мы благоставляем Рафика, мы благоставляем других людей, за кого сегодня была совершена молитва. Бог, Он есть наш целитель. Слава Господу Богу Всемогущему. И благоставения всем вам, шалом, мир Божий, шаббат шалом. Этим вечером, знаете ли, сегодня субботним, я хочу пожелать всем вам счастья, здоровья, мира, процветания, благоставения. До встречи и на земле, и на небесах. И также в ваших городах, в ваших церквях, в ваших селах, поселках, где бы вы ни были, в ваших странах. Передавайте привет от православных обновленцев, реформаторов. Лично от меня и от нашей архиепископии, от нашей епархии киевской, от Украинской реформаторской православной церкви. И пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья, молитесь о реформации православной церкви и о реформации всего христианства, всего тела Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит вас. И если в вашем городе, если в вашем регионе, в вашей стране намечаются служения или будут планироваться служения именно межконфессиональные, межцерковные, то приглашайте меня, я буду с удовольствием, буду рад приехать, послужить. И также пишут мне как раз братья, прямо сейчас пишут и передают привет. И я очень рад этому, слава Богу, что с помощью интернета сегодня на связи с разных стран, с Германией, с Израилем. И это очень замечательно. И вообще здесь было не только богослужение, был еще и телемост. Те из вас, что видели, может быть, записи телемоста скини, восстановления скини, служения. Я думаю, вы были потрясены вот этим масштабом распространения царства сегодня в разных странах мира. И, конечно, я надеюсь, что в ближайшее же время телемосты будут и в нашей церкви проводиться, и записи будут выставляться. Пусть Бог благословит вас. Шалом, дорогие друзья. До встречи на земле и на небесах. Во имя Иешуа Машиаха. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С любовью. В Господе Иисусе Сергей Журавлев, архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok